Здравствуйте, дамы и господа, меня зовут Андрей, вы смотрите канал Технотерм. Сейчас я нахожусь у одного коттеджного городка, вот такого вот большого, продолжительного, там как раз можно разглядеть наш городской смог, это уже, в принципе, загородная территория. Здесь располагается дом одного нашего клиента, с которым мы никак не взаимодействовали. Ранее он к нам приходил в офис, но при этом сейчас у него возникла проблема, у него стоит газовый котел Бакси, а мы занимаемся котлами Бакси, и у него возникла проблема, что его газовый котел просто-напросто жрет более 50 кубометров газа в сутки. А дома, вот эти вот, как раз один из этих домов, это дом клиента, потребляет как раз-таки, ну здесь вернее квадратура в районе 245 квадратов, то есть 50 кубометров это крайне много, потому что сейчас на улице вот и в куртке уже жарко, сейчас плюсовая температура, и в принципе у нас минус там 10 плюс 2, вот так в таком режиме, как бы суточный режим у нас температурный, ну это крайне много, и соответственно мы приехали сюда разбираться, в чем же причина такого большого расхода газа, как вы помните, недавно я выпускал ролик, он получился крайне популярным, очень много людей его посмотрели, если вдруг вы не видели, как раз я рассказывал про три причины большого расхода газа, обязательно перейдите по ссылке вверху в описании, и внизу в описании, опять же вверху в подсказках, внизу в описании, и посмотрите этот ролик. А сейчас мы перемещаемся уже в саму котельную, давайте посмотрим, какие же там проблемы, к чему мы в итоге пришли, получилось у нас или не получилось. Итак, поехали. Итак, дамы и господа, мы находимся с вами в котельной, здесь стоят два котла, один газовый баксилл на три, 31 киловатт объект площадью 245 квадратов, а также котел про термскат мощностью 28 киловатт. Клиент обратился с проблемой, что до этого он три месяца пользовался электрокотлом, счет он еще не знает, я не знаю, как тут городок устроен, считаем, еще не принесли здесь частный коттедж и городок, видимо, счета как-то приносятся отдельно. А проблемы он заметил, когда он начал пользоваться газовым котлом, на газовый котел у него свой счетчик, и он заметил, что в принципе в день у него в среднем потребление на такую площадь составляет 50 кубов, что крайне много, даже не 50, а в районе 55 кубов. То есть он обратился с проблемой, мы как раз занимаемся в котелной баксе, он к нам заходил как раз в гости и просил разобраться, в чем же конкретно причина. Мы сюда приехали с сантехником на объект, увидели систему, в принципе, ничего примечательного, ничего особенного, система собрана в целом неплохо. Единственное, собрана она, не сказать, что на самые-таки грамотные материалы, это ТИМ, в принципе, ну, Валтек, в принципе, пойдет нормально, ВАЦовские термостаты, хорошая заводская гидрострелочка с коллектором. Единственное, есть, конечно, нюансы по как раз-таки грязевикам, здесь вообще грязевик поставили так, что его невозможно даже демонтировать как-то, определенные сложности возникают, и с чем мы столкнулись, да, мы начали размышлять, какая же здесь проблема все-таки. Смотрим внимательно. Вот здесь у нас стоит бойлер костного нагрева как раз. Это 200 литров бойлер. И, в принципе, ребята, первое, что по мне, какую сделали ошибку, они почему-то взяли двухконтурную Луну и подключили как раз второй контур в систему водоснабжения горячего. Хотя есть у Baxi Luna 3 модификация одноконтурная, которая умеет работать с бойлерами костного нагрева. Докупается сюда сервопривод и как раз-таки термодатчик. Термодатчик подключается сюда, сервопривод включается вовнутрь в трехходовой клапан, и котел настраивается на работу бойлера. И, соответственно, подогревает бойлер только тогда, когда нужно. А как сделали ребята здесь? Как вы видите, в принципе, такой старый дедовский рабочий метод. Не совсем я сейчас к нему отношусь адекватно. Они, по сути, подцепили насос, который как раз-таки работает на змеевик бойлера костного нагрева. И котел, соответственно, постоянно у нас работает и не выключается. В первую очередь, конечно, мы посмотрели сюда. Смотрите, стоит насос, он работает без остановки. Постоянно подогревает бойлер костного нагрева. И при этом нет хотя бы погружного термостата, который бы мог разрывать цепь насоса, чтобы котел не перегревал, получается, бойлер. Вернее, то есть, вот здесь получается температура сейчас на бойлере стоит 70 градусов. Видите, в районе 70 градусов. Тоже чрезвычайно большая температура. Все от того, что котел выставлялся на 60 градусов, потому что тепла не хватало. И он, получается, маслал, по сути, на бойлер постоянно. И, возможно, какие-то здесь еще есть нюансы, которые мы пока не заметили, пока мы теоретизируем. Ну и, по сути, здесь стоят также электротены, которые постоянно работают. Видите, зачем? Ну, в принципе, как резерв, неплохой вариант. Врезали сюда тены. И, получается, все это работает в единой системе отопления. Из этого котел у нас, в принципе, и не отключался. Как поняли мы это, да? То есть, мы перекрыли краны. И вот уже в течение часа котел включился всего два раза на пару минут. То есть, он начал тактовать. Мы этот вопрос еще изучаем. В чем причина? То есть, мы выставили котел на 40 градусов. Почему на 40? Да по той простой причине, что здесь у нас сделаны теплые полы. И, получается, что подмеса модуля у нас как такового нет. А, как вы знаете, возможно, не знаете, газовые котлы такие традиционные, они заточены как раз-таки на высокотемпературный режим работы. Да, у них есть режим теплого пола. Но при режиме теплого пола котел теряет немного свое КПД. И мне кажется, было бы адекватней, в первую очередь, взять одноконтурный котел. Во вторую очередь, сделать модуль подмеса на водяной теплый пол. Но этого они не сделали. Смотрите, здесь у нас сейчас температура 40 градусов. Выставили на котел, как видите, молчит. Индикаций нету. Огня. Здесь мы смотрим температуру на 40, подающая. Обратка примерно на том же уровне. То есть, дом у нас сейчас достаточно прогрет. Поэтому котел, он и перестал работать. А до этого клиента котел, в принципе, говорит, не отключался. Отключался он крайне редко. Какие решения мы тут предложили сделать клиенту? В первую очередь, как вариант, пока на этапе размышления стоит у нас про термскат. И мы предложили поставить в модуль фугас, так как у нас здесь, в коттеджном как раз городке, да и в принципе, в целом по городу у нас электричество недорогое. И в принципе, можно этот электрокотел задействовать на нагрев более косвенного нагрева. То есть, котел будет чисто включаться тогда, когда нужно подогреть более косвенного нагрева. Для этого у про термо предусмотрен специальный модуль фугас. А второе решение, которое пока тоже рассматривается, сантехник сам относится к этому решению крайне негативно. Это поставить сюда накладной термостат, вернее погружной, запитать его на разрыв цепи насоса, чтобы насос выключался, когда как раз таки бойлер будет нагрет. И чтобы вся система это не работала. Почему он противник всего этого? То есть, для меня это неплохое решение в данной ситуации, потому что оно, скорее всего, даже дешевле будет. Во-первых, хотя нет, смотрите, вот у нас котел включился. Первая проблема, мы здесь выставляем температуру 40, на бойлер, соответственно, у нас будет подаваться 40. Это крайне мало, на бойлер надо хотя бы 50-60 подавать, 40 уже будет маловато. Первая проблема, соответственно, к этому термостату, в любом случае, да, накладному отсюда, надо будет ставить модули подмеса, в любом случае. Вторая проблема, летом, когда система отопления у нас в нерабочем состоянии, по сути, мы пользоваться, ну, как таковым бойлером косвенного нагрева, в прямом его назначении через МИВИК, уже, ну, не сможем. Вернее, сможем, ну, вот эта вся система, она здесь постоянно будет нагрета, а это еще дополнительный источник потери тепла, грубо говоря, который летом для нас нецелесообразен. Меня, на самом деле, сейчас на камеру не видно, но, поверьте мне, я тут сижу потею, потому что здесь магистрали теплых полов, плюс коллектор, здесь жара неимоверная в помещении. Соответственно, решение только одно. Сюда ставить либо фугас, либо вообще пока, как вы приняли решение, отключить просто насос, перекрыть краны и пользоваться пока только тенами. Клиент решил, в принципе, ну, пока, конечный вариант, мы остановились на том, что будут работать тены, как он начнет обслуживать бойлер, а с тенами он обязательно в ближайшем будущем начнет обслуживать. Вот, соответственно, мы тогда и займемся, как раз-таки, перепланировкой самого бойлера косвенного нагрева. Также проблема у клиента с тем, что здесь, опять же, делали сантехники, система отопления, возможно, они сильно опытные, и возникла проблема, что, как раз-таки, крайние комнаты, они достаточно холодные. А за вот этим помещением у нас находится большой холл, получается большое такое просторное помещение, там, как раз-таки, у нас возник перегрев, и в дальних комнатах, наоборот, холодно. Мы предложили клиенту, так как здесь уже ремонт полностью сделан, на основе беспроводных решений, как раз-таки, принудительно отключать холл, в тех ситуациях, когда там температура будет достигнута до нужной, да, 22-23 градуса, выключая только холл. Соответственно, у нас вода течет туда, куда меньше идет сопротивление, мы, судя по тому, что холл перегрет, наверняка, туда все-таки проще водить течь, потому что комнаты дальние, коллекторы стоят в котельной, и вы представляете, какая длинная петля, там, метров 15, только в одну сторону идет, получается, контур теплого пола. Хотя, по логике, надо было где-то там, в середине помещения, в середине здания, поставить второй коллектор и запитать его на комнаты. Из-за этого те помещения у нас не сильно прогреты. А когда мы будем вырубать холл, соответственно, весь остальной избыток у нас пойдет как раз-таки в холл. И, соответственно, вернее, не в холл, а в комнаты, в детские, в спальни и так далее, и система будет прогреваться более равномерно. Еще одно решение мы предложили, как вариант для клиента, чтобы упростить ему жизнь, это поставить уличный датчик. То есть провести его где-то здесь, провод через это отверстие, либо через это, поставить уличный датчик, задать режимы работы котла, и чтобы котел работал только тогда, когда, вернее, котел будет сам подбирать режимы работы, к нему вообще подходить не надо будет. Вот видите, котел опять находится в режиме ожидания. Вот, похоже, включился. То есть, вполне вероятно, что котел сейчас у нас будет тактовать. Но, опять же, на улице у нас сейчас плюсовая температура, площадь 240 квадратов, дом достаточно утеплен. Вполне возможно, что здесь сейчас будет как раз-таки процесс тактования, потому что котел даже имеет высокую стартовую температуру, если посмотрим. Здесь 10,4 киловатта, это минимальная его температура работы. Вполне возможно, что он только площадью 31 киловатт будет тактовать. Вот такая вот котельная, вот такие вот небольшие недочеты в ней. В целом, есть придирки, но не сказать, что она сделана неграмотно. Опять же, здесь у нас, кстати, напишите в комментариях, насколько вы адекватно относитесь, что на бойлер ставятся расширительные бачки как раз-таки для систем отопления. Вот такое вот получилось видео. Если оно было для вас интересным и полезным, ставьте большие пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, если вдруг еще этого не сделали. Обязательно пишите комментарии. Ваши комментарии позволяют продвигать ролик. И как раз ролик могут видеть те, кому эта информация будет вполне себе полезна. Поэтому еще раз, большой палец вверх, лайк, подписка, колокольчик. И до встречи в новых видео. И не забывайте также писать свои комментарии. Меня зовут Андрей. Вы смотрели канал Техно Термо. Спасибо. Спасибо. Спасибо.